Сегодняшний Новый год для большой семьи Руденко-Буяновых из Волгограда, похоже, не получится веселым. Старый календарь сняли, новый еще не повесили. И не особо торопятся заглядывать в 2015-й. Невозможно, говорят они, смириться с тем, что наш химический гигант, завод Химфром, с более чем 80-летней историей, которому ни одно поколение отдало годы жизни, закрывается. Съемочная группа информагентства «Высота 102» приехала в Кировский район буквально в канун Нового года. Тут праздники такие, веселиться бы, радоваться, планы строить. Делятся старшие Буянова, Тамара Григорьевна и Александра Ивановича. А на душе пронзительная грусть и тоска, хоть и стараемся внешне не подавать вида. Тоска об ушедшем времени, о неопределенном настоящем, непонятном будущем, не только для нашей семьи, но и для более 4 тысяч работников, которые остаются на улице. Любили своих им завод родной. Дети мои сейчас, и сын, и дочка, и сноха, и зять. Ну все работают, и племянники, и все. Ну сейчас мы огорчены тем, что завод закрыли. А где, куда идти работать? 4,5 тысячи выгнать с завода. Куда идти? Ну, гордились мы своим заводом, и как выполняли все поручения, все работы, которые были. Ну, а в последнее время, конечно, грустно, что завод закрыли. В связи с закрытием завода, или ликвидацией, можно сказать, пострадали многие, практически все работники химзавода. Династии много. Династия не только наша большое количество лет отработала, ну и другие, тоже заслуженные, можно сказать, работники завода. Общий стаж семьи Руденко-Буяновых на компроме – 620 лет. Начало династии положил отец Тамары Григорьевны Григорий Иосифович Руденко, который проработал здесь электромонтером 30 лет. Все его шестеро детей, пятеро дочерей и сын тоже отдали предприятию многие годы жизни. Буяновы вместе полвека отметили недавно золотую свадьбу. На заводе отработали по полвека, и когда работали, когда вышли на пенсию, не скучали. Заядлые путешественники объехали благодаря предприятию весь Советский Союз. Потом за границу – Финляндию, Швецию, Чехословакию, Францию, Австрию, Турцию, Таиланд, Египет, Израиль, Италию, Испанию и внуков возили. Их дети связали свою жизнь с химпромом, потому что, говорят они, любовь и преданность отцов и дедов профессии была такой сильной, что у них не было другого пути. Из поколения в поколение молодым передавалось мастерство, знания, профессионализм, которым, как известно, не владеешь в одночасье. На химзавод пришел до армии, отслужил армию, снова вернулся на родной, скажем так, химзавод. Вот, отработал 22 года, ни грамма не жалел, все это прекращается, никаких людям работ не предоставляем. Вы нашли себе работу? Я подыскиваю. В одном цеху я только отработала 20 лет, не меняя место работы, ни цеха, ни бегала, ничего. Как это произошло, что стали мы банкротом? Такой завод гигант. Неужели в Китае легче закупить, деньги туда отослать? В семье всегда испытывали гордость за свою принадлежность к интересному и важному делу. Работали дружно, работали честно. Старались не уронить имя. Их труд всегда был в почете, а достижения предприятия они воспринимали как личные. От этого любимая работа была удовольствием, а жизнь наполнена особым смыслом. Дочь Буяновых Юлия так и говорит, моя судьба была предрешена стать химиком-технологом. Коллектив был замечательный, хороший, и тоска, конечно, сейчас душу сильно мучает. И очень жаль, что все так получается. У нас молодой коллектив, все семейные, и у всех одни и те же проблемы. Семы, кредиты, банки, дети, молодые. И куда идти, никто не знает. А так я бы и работала до пенсии на этом химпроме, на этом производстве. Мне работа нравилась. Пусть она была трудна, тяжела, но она была интересная, хорошая работа. Гордиться родителями и совсем юнее поколение семьи. У моего бабушки и дедушки очень много, на самом деле, грамот, медалей заслуженных. Так как они честно трудились, работали, хорошие люди. Могла бы пойти стать химиком? Могла, но уже нет. Они показывают грамоты и благодарности, заработанные на любимом предприятии. Рассказывают о славных временах, еще недавнего его величия, вспоминают и вспоминают. Нам очень обидно, мы плачем, мы плачем. Юля была дочка в депрессии, а я, как мать, мы с отцом говорим, дети, не плачьте, мы вас будем кормить. Они вновь и вновь возвращаются к вопросу, который не дает покоя. Мы и так в последние годы, говорят они, потеряли почтительное отношение к труду, рабочему человеку, семейным династиям. Все то, что по сути является живой историей не только химпрома, но и страны. Как это могло произойти, если сегодня мы каждый день ходили на работу, каждый день вырабатывали план, сдавали план и перевыполняли план по продукции? Мы не могли быть банкротами, мы не могли стать банкротами. 200 лет назад выдающийся русский историк Николай Михайлович Карамзин сказал однажды, «Для нас, русских с душою, одна Россия самобытна, одна Россия истинно существует, все иное есть только отношение к ней, с мыслью проведения. Мы, если мечтать, можем в Германии, Франции, Италии, а дело делать единственное в России». Тамара Григорьевна Буянова никогда не читала его трудов, но ее рассуждение о судьбе предприятия, которое составляло гордость и славу России, созвучно с мыслителем. И все равно мы гордимся своим заводом и надеемся, что он воспрянет духом. Найдутся такие люди, что, может быть, построят новые, и мои дети опять придут на химзавод. И если вдруг случится, небо запылает над тобой, мы с тобой, мы с тобой Россия, мы страны великой дети, «Нам не страшен бой любой, за тебя, за тебя Россия, за тебя мы с тобой Россия, и все равно мы будем с Россией вместе». Тамара Григорьевна искренне верит, что ее завод, которому несколько поколений семьи посвятило жизнь, возродится из пекла. И за семейным столом они снова будут, как и прежде, читать стихи, петь песни, будут жить и радоваться этой жизни. Во всяком случае, она точно знает, какие желания ее семья загадает под бой курантов. Главное, чтобы сбросить.